МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале «Беларусь-1» выступить Миколай Улахович. Початок у 19.30. До инших тем. Сегодня у Гомеля пошался международный семинар по пытаниях кирования ситуации после ядерной аварии. На протягу 5 дней выучать опыт Беларуси будут представники 13-ти краин света. Думками специалистов потекавился Олег Сентюроу. Амаль 30-ти годовый опыт Беларуси по переодолеванию Чарнобыльской катастрофы сегодня весьма запотребованный в свете. Не глядя, что на все больше сучастные технологии, специалисты не выключают макчимости новых радиоактивных катастроф. А это значит, что необходимо знать, как на их реагировать и что делать в первую очередь и в наступные годы. В первую семинар по обучению дальних наступств ядерной аварии в Гомеле прошел в минулом году. Тогда в Беларусь приехали специалисты с 12-ти краин света. Все лета его вырешили повторить, что свечит об эффективности такой формы международного сопрацовництва. Сироту денег у представники Испании, Великобритании, Чехии, Португалии, Франции, Японии. Пытания кирования ситуации после радиоактивной аварии актуальны не только для краин, где есть властная ядерная энергетика. Как выйти из ситуации, когда загрязнены продукты питания, когда организм человека поражен радионоклитами? И как вообще действовать в такой ситуации, если вдруг такое еще произойдет? На протягу пяти днен выучение белорусского опыта ликвидации ядерной катастрофы, обмен думками, наведывание специализованных медицинских установ и потерпелых территорий не выключаются из-за встречи с населенством. За 30 годов люди научились жить на поставарийной территории, а где тут так само были свои складанности. Безпека харчовой продукции – это одно испытание, которое плануется обмерковать. Есть разные ситуации. Например, если мы будем говорить о сборе грибов, о сборе ягод в загрязненных лесах и так далее, люди должны знать правила определенные. Но на самом деле на сегодняшний день уровень уже гораздо ниже загрязнения, и практически он приближен к нормальному. Ну и в принципе люди уже имеют довольно хорошее знание в данной области, чтобы защитить себя. Разом с тем, коли мерковать по первых выниках работы семинару, по коль одиной думки на конт отдаленных наступствах у Чарнобырской катастрофы у специалистов из разных краин нема. У самой Беларуси драматизовать ситуацию не мкнуться, а ли перспективы оценивать достатково ссорожным. У себя, кем ради, в наступном году повинна початься реализация еще одной державной Чарнобырской программы. Основные приоритеты заховываются – социальная оборона населенства, охованные мероприемства в сельских и лесных господарках, науковое супроводжение программ и социально-экономичное развитие территории. Правда, тут есть одно новое увядение. Приоритет будет отдадено проектам, которые пропонуют сами территории. Ну прошло только 30 лет, это даже не полураспад. Это еще очень маленький период, особенно для тяжелых, для астронцев это маленький период. Еще там йоцезий. То есть тут можно уже говорить, что как-то научились бороться и различными формами, то есть продукция идет чистая. То есть применение защитных мер в сельском хозяйстве, допустим, это приносит свои плоды. Ну а астронцы, а тем более плутоний, который в ближней зоне, который затем будет трансформироваться в америцы, уже начался этот процесс. В общем-то процесс очень длинный. И сказать, что это все уже прошло, так нельзя. В регионе протягивается работа информационно-пропагандистских групп с працонными коллективами. Сегодня с работниками республиканского унитарного предприятия «Гомель Энерго» встретились представители местных органов улада, депутаты и супрацонники прокуратуры. Время встречи с энергетиками, разговора об социально-экономической ситуации в мире и в Беларуси. В этом году, прежде всего, по внешних причинам экспорт в Россию снизился омально 2,5 миллиарда долларов. Удвоя скоротились объемы поставок в Украину. Вся это приводит до росту запасов готовой продукции. В связи с этим, сейчас в Аураде распроцована программа, реализация которой должна полепшить ситуацию. Если раньше работа предприятия оценилась, прежде всего, по объемных показчиках, то сейчас упор пропонуется работать на прибыток и рентабельность. Значная увага будет уделяться пытаниям экономии ресурсов. В этом сенсе можно означать и унитарное предприемство «Гомельэнерго». Одночасово с гарантованным забеспешением с пожилцов электро- и теплоэнергией тут ведется масштабная работа по модернизации вытворчасти, где махшима переоход на мясовые виды палева. Только за первое погодие ягу выкоростана амально 10% большим плановалося. В Гомельской области недавно ввели, это где-то два с половиной года назад, реческую мини-ТЭЦ на биотопливе, на наших собственных ресурсах, на восполняемых энергетических ресурсах. Ну, планируется ввод котла на морской ТЭЦ, тоже на местных видах топлива. И идет в данное время реконструкция Гомельской ТЭЦ-1. Там будет современное энергетическое оборудование, мощностью 25 мегаватт, китайское оборудование с помощью кредита Всемирного банка. После летнего перепынку Гомельский областный драматичный театр снова открыл дверы для своих лядашоу. Новый сезон обещает стать насыщенным на премьеры, новые проекты и сюрпризы. Ганна Ковалева зазернула за кулисы. 20-го кастричника у Гомельским областным драматичным театры стартует парад премьер. Усе проекты по первых днях сезона будут представлены за один тыдень. У этот час Гомель наведает делегации республиканских и замежных крытоков, которые будут оценивать режиссерскую и актерскую працу минулого сезона. У дальнейшим зуликам рецензии коллектив театра начнет рух до национальной театральной премии. Прошлый сезон, все знают, что был очень насыщенный. Это был юбилей для театра. Это были славянские театральные встречи, международный фестиваль. В этом году мы продолжим гастроли, продолжим знакомить гомельчан с новыми театральными коллективами постсоветского пространства. Выник под рыхтолки данного сезона гомельские артысты представят с 29 вересня. Премьера французской комедии «Мою женку зовут Моррес» станет подшатком 77 сезона. Оленя, глядяши на то, что официальное открытие заплановано только на конец вересня, у театра уже идут спектакли. С гастролями у гомель прибыл Орловский державный театр «Вольная простора». Потрясающая абсолютно публика. Мы уже здесь неоднократно были. В этот раз мы привезли то, что уже гомельский зритель видел. Это видел бендюжник и король. Привезли то, что не видели. Это ночь перед Рождеством Гоголя, вечера на хуторе близ Диканьки. Два молодежных спектакля, в которых занята практически одна наша молодежь, в том числе мои студенты. Это «С любимыми не расставайтесь» и «Я не вернусь». В новом сезоне свою працу протягнет музычный салон. Один из новых проектов – театральные курсы. Стать студентами могут все ожидающие, незалежно от взрослых. Своим мастерством будут делиться профессионные актеры. Лепшие студенты в перспективе примут уделы в серьезных постановках театра. И на реште до Международных днях театра тут рыхтуют грандиозный проект. Головная подъя года намечена на 27-е саковика. Однако что это для гомельских театралов станет сюрпризом. И по словах организаторов, будет он выключено приемным. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля отбылись мероприемства, присвященные Сусветному дню без автомобиля. Головная мета этой акции – притягнуть увагу громадства до экологичных проблем, особенно в городах с интенсивным рухом транспорта. Зараз на территории Гомельской области зарегистровано больше, как 450 тысяч транспортных сродков. Только в минулом году атмосферу от их трапило 113 тысяч тонн шкодных речевов. Это больше, чем выкидывают все промысловые предприемства региона. Мы проводим 22 сентября эту акцию и постоянно мы видим, что есть уменьшение. Поэтому мы призываем всех пересесть на безуглеродное топливо, то есть на велосипеды. Сегодня у Гомеля с нагоды Сусветного дня без автомобиля провели тематичное мероприемство. Велопробег, конкурсы, концерт. Супрационники областного комитета природных ресурсов у Яхова Новокольного Асяродзя имкнулися зарабить программу насыщенной и циковой для молоди. Навуковые факты и статистика закликали быть больше беражливыми у относенных до природы. Кульминацией спортивно-забавляльного мероприемства стала демонстрация велосипедных труков. Комфортная надворья и компания однодумцев. Вось усе, что треба для доброго отпочинку. Больше, как 100 гамельчан приняли удел у веломарафоне. Доброшенное мероприемство проходило под девизом «За здоровую Беларусь». За пробегом Сашил Максим Савин. Воспробовать свои силы могли усе, жадающие. Достатково было зарегистроваться в социальных сетках и приехать на место старту на справном велосипеде. Отправлялись сплошь Ленина, а финишовали в Гомельском районе. Усягоне обходно было переодолеть больше за 25 километров. Для удела зарегистровалось больше за 100 человек. Аматоры – представники мясцевой влады и силовых ведомств. Вот так само спортсмены-профессионалы. Среди их чемпион света по велоспорте Александр Лисовский. Уродным городе он, можно сказать, проездом. Однако такую подею не смог пропустить. Чтобы там видели наши юноши, юниоры и те, кто только еще пришли в велошколу, что участие даже в таких стартах – это тоже опыт. Колонна велосипедиста у супроводжения автомобиля УДАИ проехала по центральных улицах Гомеля, а после выехала на загородную трассу. До финишу добрались все. Без Нечакана стел из Дореннио. После аудельники прознавались, что десятки километров дистанции пролетели практически неприкметно. И сил я шахопить я к минимуму на столькиш. Понравилось очень. Понравилось. Нет, но сама дорога была интересная. Достаточно интересно ехать в колонию с людьми, скажем так, с другими велосипедистами. Отличное состояние, здоровье. Особенно, когда двигались по городу Гомеля, все жители и гости нашего города приветствовали нас. Ну а здесь уже по лесному массиву отличный воздух, отличное состояние. Удельник вела марафоны не только добрые отпочили, але и зарабили добрую справу. Усе собранные сродки пойдутся на допомогу детям с обмежованными махчимостями. Максим Савин, Дмитрий Родянко. Телерадо. Компания «Гомель». Межгалиновая спартакиада Гомельского областного объединения профсоюзов прошла у Рэшицы. До Рэши у першини у селита профсоюзная спартакиада областного масштабу лазилася у районным центры. Головная мета, яку ставить перед собой организаторы – широкая пропаганда развития физкультуры и спорта у працонных коллективах, усталевание помежимей с обруцких сувязев. У делу с поборницвах проняли 18 команд зусей в области. Усяго коля 600 человек. Лепших выбирали у семи видах спорта – волейболе, мини-футболе, шматборье, яровым спорте, лёгкоатлетышные эстафете, дарте и перотягивание каната. Во упарте-боросьбе вызначились пероможцы. У агульнокомандным залику лидером стала команда областной организации Белорусского профсоюза работников мясовой промысловостей и коммунально-бытовых предприемствов. Другое место заняла команда «Абкама» профсоюза работников Аховы Здоровья. Третье – у профсоюза работников агропромыслового комплекса. Сегодня интересно работать над собой, добиваться результатов, ставить для себя цели. Но самое главное – вот такие мероприятия ещё дают формат общений, позволяющих узнать ближе друг друга. Новины регионы, информацию о проектах телерадо-компании Гомеля вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!